Добрый вечер, дорогие друзья! Добро пожаловать на лучшее шоу при воплощении Точ-Точ Суперсезон! Напомню, что в этом сезоне участвуют лучшие артисты из всех выпусков шоу Точ-Точ. Вспоминая фразу, что настоящий актер это все-таки диагноз, можем смело утверждать, что все наши участники заражены жаждой совершенства. И вот по этому поводу мы собрали настоящий звездный врачебный консилиум. Заведующий отделением доброй терапии и мягкой критики, любимый актер и телепродюсер Леонид Ермольник. Наша приглашенная светила и редкий специалист из Санкт-Петербурга, народный артист России Михаил Боярский. Наш ухо-горло-нос и единственный специалист в стране, который лечит щечность и назальность прямо мировой оперной сцены Любовь Казарновская. И, наконец, наш главврач, выписывающий всем юмор в огромных дозах, народный артист России Геннадий Хазанов. Ну что же, врачи представлены, пациенты готовы, а значит мы продолжаем прививать всех зрителей Первого канала хорошим настроением. Как говорится, следующий в шоу Точ-Точ певица Сабрина. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Который подарила Сабрина в шоу преоблачений Точ-Точ в суперсезоне К нам можно только в галстуке Именно такое объявление висело у входа в одно из самых шикарных заведений Советского Союза Юрмальская верите Юра Сперля Только там можно было танцевать до 6 утра, попробовать зарубежные коктейли И, конечно же, послушать песни главной красавицы Латвии Шоу Точ-Точ Лаймы Вайкуле Смешное чудо Ты с экрана смотришь снова В огромный зал Чарли, Чарли Религийма Не промолвить даже слово Ты все сказал Редактор субтитров А.Семкин Мир смеха, мир печали Мир надежды, мир потери Твой мир, наш милый Чарли Вновь нам открывает дверь Не стерео цветное А на пленке на простой Живет кино немое Столько лет твоей судьбой Чарли, Чарли, смешной чудак Ты с экрана смотришь снова в огромный зал Чарли, Чарли, великий маг Не промолвив даже слова Ты все сказал Ты, Чарли, всюду первый Победитель, чемпион Но падает шоперник Полицейский поздравлен Сел твой обидчик в лужу И ты вышел в короли Ах, Чарли, почему же Так грустные глаза твои Чарли, Чарли, смешной чудак Ты с экрана смотришь снова В огромный зал Чарли, Чарли, великий маг Не промолвив даже слова Ты все сказал Чарли, Чарли, смешной чудак Ты с экрана смотришь снова В огромный зал Чарли, Чарли, великий маг Не промолвив даже слова Ты все сказал Ах, Чарли, милый Чарли, самый добрый человек Ах, как необычайно Ты смешил двадцатый век Нас время не жалеет Все быстрее бег в минуту Но Чарли не старее Помнят все тебя и ждут Чарли, Чарли, смешной чудак Ты с экрана смотришь снова В огромный зал Чарли, Чарли, великий маг Не промолвив даже слова Ты все сказал Чарли, Чарли, великий маг Лайма Вайкули в суперсезонье шоу про облачение точь-точь Хотел бы поблагодарить артистов балета Огромное спасибо, ребята, за такую красоту Нашим хореографам, браво, Сергей Мандрик Слава Кулаев Ну и, конечно же, Лайма Добрый вечер На улице Пикачили Я шла ускоряющая Ой, я забыл, зачем я делал Лайму, когда я здесь должен быть мальчиком Ну просто я тоже делал когда-то Лайму Я хотела этот номер Зачем я тебе нужен? Вон есть Геннадий Викторович Ну что, Ксана Сергеенко Ксана Сергеенко Абсолютно, абсолютно неверно Вы же не дослушали Так Ксана Сергеенко мечтала сделать Лайму Вайкули Одна из участниц нашего шоу Да Но поскольку у меня сегодня такое правило Сейчас напоминает поле чудес, знаешь Да, да, да Абсолютно верно, да У меня правило такое Если Чехов сказал, что краткость сестра таланта То Лев Николаевич Толстой Услышал это, сказал, что краткость Это недостаток словарного запаса Поэтому я передаю микрофон Леониду Сякчу Леониду Сякчу Передаю микрофон Михаилу Сергеевичу Долго вы будете так друг другу микрофоны передавать Михаил Сергеевич, передайте микрофон Передайте Любовь Юрьевне Любовь Юрьевне, да Я тут точно знаю, Наташа Подольская Ну а что же вы молчите, Михаил Сергеевич Конечно же, Наталья Подольская Наташенька Ты прекрасна Это не все Конечно же, сразу ее было узнать невозможно И это очень здорово Мне чего не хватило Я редко видел зубы У лаймы не закрываются губы никогда Вот, что касается пластики Пластика идеальная, потому что она настолько гармонична Вместе с кардебалетом Идеальная, но это не пластика лаймы Но таковы условия хореографии Лайма выполняла вот так этот танец И так же Наташа справилась с этой работой А вообще, нужно как-то по-особому придраться Чтобы найти недостатки Я закрывал глаза Да, это поет лайма Я когда открывал их, видел, что танцует лайма Но не в своей пластике А идеально отрепетировала Чарли Чаплина И сегодня это было точь-в-точь пять А можно мне закончить уже свой монолог? Я хотел бы про Оксану Сергеенко поподробнее 34 года назад, приехав на гастроли в Ригу Я попал в этот знаменитый ресторан Где шло шоу с участием Лаймы Вайкули Юры Сперлы Это переводится «Жемчужина моря» Это было по тем временам невероятной красоты И, как мне казалось, здание, которое прямо уходило в море Нависало над морем На пляжем, да Совершенно верно И внизу Было это варьете И я впервые в своей жизни увидел Лайму Я пришел на это представление со своим администратором Он был в свое время очень известным трубачом в Советском Союзе Такой Владимир Тартаковский И вот Владимир Тартаковский Увидев Лайму Которая вышла с кардебалетом У него просто перехватило дыхание И в абсолютной тишине Господи, прости мою душу грешную Он повернулся ко мне И увидев балерин Топлес Тогда, в 82-м году То есть на ней, конечно, были блузы надеты Но они были абсолютно прозрачные И он посмотрел на этот балет Забыл про Лайму И сказал Генашка Посмотри, какие соски у чувих Это было самым сильным художественным потрясением Для моего администратора А я Как раз то, что он заметил Я не очень, как бы сказать Обратил на это внимание А вот на то, что творила молодая артистка Лайма Вайкули Произвело на меня неизгладимое впечатление То, что сегодня нам продемонстрировала Наташа Подольская Я такую тонкость, конечно, не очень усек Что это не хореография Лаймы Потому что Лайма тоже разная была В разной хореографии Мне очень понравилось Пять Спасибо Леонид Ирмольник Я часто в жизни завидую Хазанову Сейчас позавидовал еще раз Вот про эту историю С этими, да С прозрачностями И понял, что у меня-то все истории Которые даже рассказать не могу Наташенька, это было так здорово И Лайма настолько яркая И казалось бы, знаешь Когда она такая характерная И только она такая Казалось бы, это легче показать Ты показала настолько осторожно Настолько тактично Настолько точь-в-точь Действительно это соответствует Вот тому, что мы называем Шоу перевоплощения Ты скорее показала Лайму С невероятной любовью С невероятной симпатией И получилось вот это Без педалирования Я вообще считаю, что на нашей эстраде Два самых обаятельных акцента Это Эдита Пьеха и Лайма Вайкулин Но я еще хочу сказать, что Лайма, она вечно молодая Девчонка лицедей У нее все песни Она лицедействует Притом это делает так женственно И знаете что? Еще вот я думал Лайма, когда работает на сцене Я думал, вот в чем чудо В чем ее уникальность Всегда ощущение, что она соблазняет весь зал В этом есть что-то такое Невероятно С одной стороны прозрачное И с другой стороны до такой степени Почти бесстыжие Она действительно удивительно Это умеет делать И у тебя это получилось И это очень здорово Ты умничка Спасибо тебе большое Пять баллов Люба Кюрьевна Пожалуйста Я хочу сказать, что Я тоже видела Лайму в Юросперле Я отдыхала с родителями в Латвии И это был 79-80-й Вот так И она абсолютной была королевой Там, когда Объявлялось ее выступление Билетов было абсолютно не достать Народ сходил с ума Все бежали Все кричали Она действительно отличалась Всегда от всех Потому что Она взяла вот эту линию От таких как Марлен Дитрих Франческа Галля Марика Рок Таких Женщин Театр Это театр Всегда В каждом номере Это абсолютный театральный номер И какое счастье Что в жизни Лаймы Встретились такие люди Как Раймонд Паулс Илья Резник Которые Этот театр Все время создавали И действительно Она Вот Абсолютно Отличная От всего того Что есть на эстраде И конечно Невероятной вышкаленности То, как она Приезжала в Америку Об этом ходят легенды Потому что Она абсолютно Была В стиле В эстетике Всего того Что называется Хорошее Бродвейское шоу И Наталье Сегодня Это удалось В полной мере Нам показать И воссоздать Наташ Спасибо тебе большое Потому что Это действительно Было Настолько Тонко Настолько Точно Какие ноги Мягкие Как ты Эту Маленькую Назальность Которая Лайма всегда Чуть-чуть В нос Поет И Как это у тебя Здорово было Без нажима А когда из груди Вот поет Мне кажется Не только Назальность Она Откуда-то Все время Вот отсюда Это как А это ее Посадка Голосовая Она все Поет С этим Зачем Меня Не жаль Я вышла На Пикадилли Набросив На плечи Шаль Это не Грудное Звучание А это Такой Полуразговорный Полупевческий Тон И это Очень здорово Замечательно Пять У тебя 20 баллов От Членом жюри Лаймы Вайкули Если вы Много Важаемые Телезрители Тоже Хотите Участвовать В каком-нибудь Бродвейском Шоу Все Очень Просто Берете Папину Или дядину Шляпу Бабушкину Или дедушку Тросточку Палочку Рисуете себе Усы И прямо сейчас Пытаетесь Повторить Походку Чарли Чаплина А мы пока Подготовимся К следующему номеру Это шоу Точь-точ Лучший из лучших Супер сезон На первом канале Мы скоро вернемся Певца Певца Который прямо сейчас выйдет на эту сцену Есть традиция На каждом концерте Он вытаскивает на сцену Девушку из первого ряда И поет вместе с ней Поэтому поклонницы Приходят на его концерты За несколько часов В надежде оказаться В первом ряду Ведь каждая из них Мечтает Что именно ее Выберет Брайан Адамс Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok 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 Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok 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 Улетал в Петербург Отсюда мы оставались артисты Которые гоняли меня за водкой, за сигаретами Эй, молодой, давай там Ну, конечно же, старики, я был рад Но думаю, подожди, ребята У нас был огромный коллектив болельщиков Был чемпионат Европы по футболу Собираюсь в номере у одного заслуженного артиста Он выпивающий человек У него стоял ящик пива, водка, закуска Молодые артисты, артисты среднего возраста Все болельщики у него Включался телевизор Единственное развлечение, которое было И они смотрели футбол после спектакля Это было в повторении На самом деле, вживую показывали по первой программе Я знал счет Вначале я сам звонил в этот номер, 129 Подходил один из заслуженных артистов Да, и говорит, это Боярский из Петербурга Австрия, Новая Зеландия, там Один-один Сволочь, что ты, ну, э, мужики Ну, что он сделал? Рассказал счет Ну, что за выпивка, когда счет знаешь На следующий день я опять звонил И говорил то же самое там Англия, Бразилия, 2-0 Ну, паразит Выключить телефон Отключили, вырвали все провода Все, сели перед телевизором С пивом, с водкой, все Я звоню, занято Ничего, никак Я позвонил На первый этаж Консьержки Говорю, здравствуйте Дорогая дежурная Это ваш артист Который на гастроли к вам приезжает С меня букет цветов, шоколад Поднимите, пожалуйста В 129-й Послушайте, скажите От Боярского 3-1 Больше ничего не надо Я получил огромное удовольствие Они потом вспоминали месяц Как я им испортил все Все-таки приятно гадости делать иногда Я как шапокляк был счастлив Вот вы какой Товарный Леонид Сакович Вычеркиваете Из своего телефона Номер Боярского Вы разыгрывали коллег Вот таким образом Тоже Ну чаще меня разыгрывали Как? Ну можно я сначала Уделю внимание Глебу Поскольку То, что он сейчас Глеб Это основное Сделал Я думаю, что Мои коллеги согласятся Мы немножко в дурацком положении Действительно Лучший из лучших Участвует В нашем четвертом сезоне И Вы настолько Талантливые У вас такие Невероятные возможности Вы можете Перепоказать И перепеть Практически всех И я думаю, что Артисты Которых вы показываете Это счастливые артисты Потому что Если есть мечта Оригинального Настоящего артиста Исполнителя Это Стать примером Для подражания Поэтому Все, что мы делаем В этом шоу Это своеобразное признание В любви тем Кому мы показываем Сейчас совсем глупо было Потому что Я могу больше сказать Что если выключить Свет То вообще Отличить нельзя Глеб Фантастика Замечательно Это Пять баллов Спасибо тебе большое Леонид Исакович Вы мне обещали Рассказать Как вы разыгрывали Своих коллег Меня разыгрывали Кто не помнит Перед первым апреля Артист театра Современник Которого вы знаете Гармаш Разыграл Меня Янковского Он сначала позвонил мне Он сказал Ну как ты мог до этого дойти Что с Янковским Больше делать нечего Говорю Вы пиво рекламируете Я говорю Чего Какое пиво Он говорит Ну еду сейчас В киностудии Горького На проспекте мира Висит большущий билборд Вот вы ваши две рожи Я говорю Где Ну короче Я повелся минут на 5 На 6 Потом вспомнил Что 1 апреля Это было 10 часов утра Вот Все Теперь молчи Я Янковскому сейчас Звонить буду Значит Олегу было легче Всегда разыграть Он был доверчивее Искреннее И практически Он остановился От поездки На проспект мира Уже в машине Уже ехал по Комсомольскому Оделся Вышел из дому Страшно ругался Как кто это С ним никто не договорился Вот Это был замечательный розыгрыш Вообще интересно Разыгрывать тех Кто разыгрывается Кто доверчивый Вы разыгрываетесь? Я разыгрываюсь Но догадываюсь А Олег Он верил до конца Вы вспомнили Леонид Сакович Про Олега Янковского Я имел счастье Сниматься С Олегом Ивановичем В фильме Играл его водителя И мы сидели В таком Ну Каком-то закутке Выстраивали Огромную Огромную Массовку И когда уже все были готовы В мегафон Ассистентка режиссера Громко говорит Олежка Янковский На площадку К ней подбегает Продюсер Там замдиректора Картины И говорит Да что ж ты такое творишь Какой он тебе Олежка Это что за фамильярность Вообще такая Ты что не знаешь Как его зовут Она говорит Знаю Саша Да какой Саша И потом они вместе Догадываясь Так сказать Что она просто Назвала две фамилии Олежка Янковский Стекают Вот так вот В истерике В смехе Друг напротив друга Рассказали Олегу Ивановичу Он потом все время Это вспоминал Любовь Юрьевна Вот таким вот Незамысловатым образом Мы переходим к вам И возвращаемся К обсуждению номера Глеба Матвичука Правильным образом Переходите Потому что Я уже хотела сказать Вот что значит Замечательный певец Что значит Замечательное образование вокальное Вот действительно Ему подвластно У него настолько Гибкий Настолько Податливый аппарат У Глеба Он схватывает И берет Тон певца И даже Умудряется Свой большой голос Уместить Вот в этот Субтон Очень красивый А это не вредно Кстати Да нет Когда хорошо поешь Ничего не вредно Все нормально Он умеет это делать А Брайан Адамс Для меня Это такой Может быть Один из последних Робин Гудов На сцене На музыкальной сцене Потому что Недаром Его берут Режиссеры И он 42 фильма Озвучил Потому что Это тембр Это Подача Он такой Романтик Он такой Очаровательный Он такой Какой-то Вот Действительно Стелющийся Такой тембр Который В фильмах Звучит Вообще Совершенно Изумительно А смотреть На него Одна радость Как и на Сегодняшнего Нашего героя Глеба Матвеичука Я смотрела С большим Удовольствием И ставлю ему С огромной Радостью 5 Геннадий Викторович Любовь Юрьевна Сейчас Упомянула Робин Гуда Да А Знают ли Сидящие Здесь И сидящие Около экранов Что У Робин Гуда Был Брат Близнец Его звали Робин Бет Он отбирал Деньги У бедных И возвращал Богатым Между прочим Я хочу Два слова Добавить К тому Что было сказано Вот Бывает Какое-то Странное Определение Вот Ты слушаешь И смотришь Артиста И Я прошу прощения Может не очень Грамотное Выражение И тебе Вкус Вкусно Вот я смотрю Слушаю Глеба Он выходит на сцену Вот Вкусно Вот Это просто Ты получаешь От этого Как от Какого-то Десерта Изысканного Наслаждения Глеб Браво Пять Тем временем Глеб Попичук Со своими Двадцатью баллами Отправляется На звездный диванчик А мы Продолжаем Шоу Пероплощение Точь-точь А спонсор Нашей программы Авиакомпания Аэрофлот Лидер Гражданской Авиации России Аэрофлот Летайте С комфортом Первоначально Следующая песня Была написана Для Бритни Спирс Но та Отказалась от нее Даже не послушав Мелодии И наверняка Всерьез Пожалела Об этом Ведь незамысловатый Текст про Зонтик Стал главным Хитом 2007 года И сделал Свою Исполнительницу Настоящей Суперзвездой Шоу Точь-точь Рианна ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сана Сергеенко. Человек с тысячу лиц, и каждое лицо все лучше и лучше и лучше. Увы, всего могу только пять поставить. Спасибо большое за украшение сегодняшнего вечера. Леонид Ермольник. Пять баллов. Пять баллов, все. Леонид Ермольник, я вас пока пропущу. Пускай мальчики выдохнут-выскажутся, а потом уж поговорим про... Геннадий Викторович. Мальчик вы наш, давайте. Ароматная. Длинноногая. Опьяняющая, головокружительная, сумасшедшая, феноменальная, ну и так далее, и так далее. Ну, конечно, пять, Ксан, ну чего-то там... Теперь перейдем к творческой части этого номера. С удовольствием. Говоря о Риане, могу сказать одно. Она действительно бунтарка, она все время ищет, она все время меняет стили, она постоянно в каком-то находится таком нервном поиске себя. Я сразу засекла Ксану, еще в прошлом нашем сезоне, и считаю, что она обладает совершенно уникальным комплексом. Просто уникальным. Она действительно артистка, как говорят, синтетическая. Она владеет всеми видами артистки музыкальной сцены. Это голос, это потрясающая внешность, она отлично двигается, пластично. Она актриса, она владеет языками. Ксана, это настоящая актерская, певческая и сценическая порода. Желаю это держать в себе, эту породу, все время воспитывать. Холить и лелеять. Спасибо. Пять. Уксана Сергеенко, 20 баллов у членов жюри. Спасибо тебе большое. Присаживайся, пожалуйста, на звездный диванчик. Хочу напомнить, что в конце нашего шоу появится третейский судья. Выскажет свое мнение, выставит свои оценки. Обязательно давайте его дождемся. Это первый канал шоу при воплощении Точ-Точ Суперсезон. Следующая группа, которая выйдет сейчас на эту сцену, выбрала в качестве названия телефонный код своего родного города. То есть, если бы в этой группе играл Михаил Боярский, она называлась бы «Город 812». Если бы вы, Геннадий Викторович, то «Город 495». Но поскольку музыканты приехали из Бишкека, то в шоу Точ-Точ, группа «Город 312». А может, я с тобой останусь, останусь пеклом на губах, останусь пламенем в глазах моих руками, как и ветром. А может, я с тобой, я с тобой, я с тобой, я с тобой. В конце тоннеля яркий свет слепой звезды. Подошвы на сухой листы оставят следы, еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я, может, больше не вернусь, а может, я с тобой останусь, останусь пеклом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыханием ветра. Останусь снегом на щеке, останусь светом вдалеке, я для тебя останусь светом. В конце тоннеля яркий свет. Я иду, иду по выжженной траве, по тонкому льду, не плачь, я боли не боюсь, и я до мне. Я, может, больше не вернусь, а может, я с тобой останусь, останусь пеклом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыханием ветра. Останусь снегом на щеке, останусь светом вдалеке, я для тебя останусь светом. Останусь светом вдалеке, я для тебя останусь, о том, что ты знаешь. Останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыханием вето. Останусь снегом на щеке, останусь светом далеке. Я для тебя останусь светом. Группа Город 312, ее солистка Ая, шоу Точь-Точь. Я хочу членам жюри сказать, что это настоящие музыканты группы Город 312. Огромное вам спасибо за это, ребята. Я не знаю, может и Ая настоящая. Пожалуйста, вам слово, члены жюри. Геннадьевич, у вас есть варианты? Вариантов нет, это Аглая Шиловская. Аглая Шиловская! Тогда, пожалуйста, ваше мнение. Все время хочется, достигнув определенного возрастного рубежа, ворчать и говорить, вот когда-то было вот так, а теперь ничего нет, выжженное поле. Я хочу сказать, что пока в нашей стране есть такие молодые актеры, актрисы и певицы, как Аглая Шиловская, ничего плохого на нашем пространстве случиться не может. Вот ничто, никуда не исчезнет. Браво! Пять! Спасибо. Любовь Юрьевна. Вы знаете, я сейчас слушала Аглаю и думала о том, какой рывок по сравнению с тем, что она делала на предыдущем сезоне. Это что-то невероятное. Какой прорыв для нее, для самой, для нас, для всех и для зрителей. Ее вокальный невероятный рост, ее существование на сцене, ее абсолютная свобода внутренняя, ее такая, какая-то актерская пластика. Она для себя, она себя умножила не на 312, а на 3312. И это так здорово, это так ценно, и это один из смыслов нашего шоу. Чтобы наши участники действительно множили сами себя на много-много-много степеней и возводили себя в ту актерскую ступень и грань, которая им позволит встать вровень с самыми большими. И они будут действительно нести высоко это знамя продолжения традиций настоящего исполнительства. Аглаевичка, я тебя от души поздравляю. Я думаю, Иая будет счастлива увидеть себя в таком воплощении. И, конечно, моя оценка 5. Спасибо огромное. Михаил Сергеевич, пожалуйста. Я могу только присоединиться к своим коллегам и сказать, что действительно здесь находятся сегодня и еще выступят лучшие из лучших. И здесь ваше достойное представительство, ваше место надолго, судя по всему. И весомо, и справедливо. 5 баллов, конечно. Спасибо. Спасибо. Леонид Александрович. В самом начале этого сезона я знал, что нам будет очень трудно, потому что лучший из лучших. И сегодня вот показательный такой день. Пока вы нам не даете ни одного шанса, у нас одни двадцатки, одни оценки. И я даже, наверное, выражу общее мнение. Я не очень понимаю, как нам оправдать свое существование за этим столом. Наверное, мы нужны только для того, чтобы озвучивать комплименты, которые могут тебе произнести и те, кто сидят в этом зале. Пожалуйста, аплодисменты. Это праздник. Пятерка, я надеюсь. Пять. Сейчас на этой сцене настоящая аят. Ты знаешь, игра слов. Есть... Ой, поцелуйте меня, девочки. Как я люблю свою работу. Смотрите-ка, если из Аглая вытащить Гла, получается Ая. Вот и пойте на этой сцене. Останусь пеплом на губах, Останусь пламенем в глазах, В твоих руках дыхание ветра. Останусь светом на щеке, Останусь светом вдалеке, Я для тебя снят. Светом, светом. Светом. О-о-о-о... О-о-о... О-о-о... Светом. О-о-о... О-о-о-о... Ая, наша участница, Аглая Шиловская. Члены жюри поставили единогласно пятерки. 20 баллов! Все выпуски и лучшие моменты шоу смотрите, пожалуйста, на сайте 1TV.ru и присоединяйтесь в нашей группе ВКонтакте. Это Точ-Точ, суперсезон. Мы скоро вернемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Певец Ксилов! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, честно говоря, я только сейчас примерно догадался, кто это. А вообще, конечно, похоже, что Иосиф Пригожин заснул в солярии. Вам слово, многоуважаемый члены жюри. Кто начнет? Любовь Юрьевна. С удовольствием начну, потому что мне очень понравился номер, в котором мы увидели Олега Газманова. Олега Газманова? Почему Олега? Потому что уровень мастерства и уровень силы, с которой это было спето, это равно папе. Вы говорите про Олега Газманова, про его папу. Участник-то кто? Ну, кто? Родик, конечно, Газманов. Родик. Родион Газманов! Родион Газманов, подседаемым сил, в народе шоколадный заяц. Тире Пьер Нарцисс. Давайте оценим теперь номер. Мне кажется, что похожесть вокальная была невероятная. Физиологически, конечно, сила намного выше и шире, но это совершенно не помешало впечатлению от номера. И сейчас уже бывшая жена сила, Хайди Клум, замечательная красавица. И когда ее спросили, почему она так влюбилась в этого не очень красивого человека, она сказала, посмотрите на эти шрамы, посмотрите на это тело, послушайте этот голос. Вы не можете в такого человека не влюбиться. В чем она и права. Мы сегодня влюбились в тебя, потому что твой и вокал, и твоя подача были равны, хочешь ты этого или нет, по силе воздействия на нас и силу, и твоему папе. Поэтому я думаю, папа будет счастлив. А тебе Пятерка. Замечательно. Пять. Спасибо большое. Михаил Сергеевич, я на вас смотрел сбоку, когда сидел в зрительном зале. Вы были в каком-то таком музыкальном экстазе, эйфории от того, что было. Или мне показалось? Что касается Родика, ну он, конечно, молодец, серьезный молодец, потому что он подошел ко всем тем мастерам вплотную, которыми мы гордимся в каждой передаче. И которые уже добились такого совершенства, нам оценок не хватает, чтобы отразить их мастерство. Вот мне очень приятно, что вот в этом гиганте, огромном мужике от силы есть тонкая романтическая душа, трепет и тонкость. Вот он сумел извлечь из этой глыбы нутро то, что так ценится в этом певце и за то, что его так любят женщины. Да не только женщины, его пение настолько изнутри идет, он внешне не разбрасывается. И сегодня очень точно подчеркнул это Родик, это очень было приятно, что он прожил эту песню так, как это делает сил. Спасибо большое, на мой взгляд, абсолютное пять, спасибо. Я должен сказать, что я тебя поздравляю, потому что это совершенно другое дело. Мне больше всего понравилось, знаешь, вот еще говорят, прикид удался, потому что во всех смыслах. Спасибо большое гримерам, костюмерам, да ты точен невероятно. И самое главное, что несмотря на то, что вы все делаете в уплотненное время, очень быстро, и попробовать на зрителя это нельзя, ты нашел такое роскошество свободы, ты в этом существовал, ты этим наслаждался, не было никакой суеты. Такое ощущение, что ты с этим номером работаешь много лет. И прикид удался. Знаешь, еще как говорят, что вот, например, МХТ, школа-студия МХАТ, это школа переживания. А мы с Олежкой закончили Щукинской, это школа представления. Но вот как раз иногда те, кто прошли школу представления, лучше переживают, а те, кто прошли школу переживания, лучше прикидываются. Прикид удался. Это замечательное украшение сегодняшней программы. Пять баллов, спасибо. Слушай, а ты можешь папу скопировать? Вот в этом гриме «Москва, звонят колокола». Да зачем вы выбрали такую песню? Потому что у нас в гостях Михаил Сергеевич, я всегда это на вокзале слушал. У нас есть договор просто, Олег Михайлович не поет «Гравитацию», я не пою «Москва». Геннадий Викторович. Чехов сказал, краткость, сестра таланта. Родион Газманов, пять. Браво. Родик, у тебя 20 баллов под членом жюри в образе певца Силан. Это шоу «Точь в точь, суперсезон». Напоминаю вам, друзья, что в конце нашей программы появится третийский судья, который выставит свои оценки, который озвучит свое мнение. Он прямо сейчас у стайной комнаты внимательным образом следит за всем, что происходит на этой сцене. А спонсор нашей программы – авиакомпания «Аэрофлот», лидер гражданской авиации России. «Аэрофлот», летайте с комфортом. Эту певицу сравнивали с Марлен Гитрих и Роми Шнайдер, а коллеги прозвали ее «Леди-неожиданность». Говорят, один известный стилист однажды сказал, обожаю работать с Понаровской, не потому что я подсказываю ей, что надеть, а потому что она подсказывает мне, что надеть на других. Самая стильная певица России – Ирина Понаровская. Рябиновые бусы, как рассвет, при снае без искусных чистый свет. Рябиновые бусы раз в году пророчат счастье и беду. В туманной дымке тает осенний день закат. С последней течи сталью, уснул наш старый сад. Лишь ягоды рябины горят в моем окне, Как бусы, что любимый дарил на память мне. Рябиновые бусы, как рассвет, при снае без искусных чистый свет. Рябиновые бусы раз в году пророчат счастье и беду. Рябиновые бусы, как рассвет, при снае без искусных чистый свет. Рябиновые бусы раз в году пророчат счастье и беду. Рябиновые бусы, как рассвет, при снае без искусных чистый свет. Рябиновые бусы, как рассвет, при снае без искусных чистый свет. Рябиновые бусы раз в году пророчат счастье и беду. Рябиновые бусы, как рассвет, при снае без искусных чистый свет. Рябиновые бусы, как рассвет, при снае без искусных чистый свет. Рябиновые бусы, как рассвет, при снае без искусных чистый свет. Рябиновые бусы, как рассвет, при снае без искусных чистый свет. Рябиновые бусы, как рассвет, при снае без искусных чистый свет. Рябиновые бусы, как рассвет, при снае без искусных чистый свет. Рябиновые бусы, как рассвет, при снае без искусных чистый свет. Рябиновые бусы, как рассвет, при снае без искусных чистый свет. Рябиновые бусы, как рассвет. Рябиновые бусы, как рассвет, при снае без искусных чистый свет. Рябиновые бусы, как рассвет, при снае без искусных чистый свет. Вид수, какая-то красавица, какая-то драматическая актриса. Естественно, 5 баллов. Михаил Сергеевич. Лада сделала сегодня удивительную. Для меня свою художественнуюery образованию видов своих бусы Очень точно попала в сердцевину образа Ирины Панаровской. Меня это очень подкупило. Без лишнего пафоса ничего. Она отрезала все лишнее и оказалось то, что было нужно. Это было здорово. Это было сделано со вкусом. Это было сделано очень пикантно. Молодец. Ты всегда умеешь попадать в яблочко, а сегодня попала и вялочка, и в мое сердце. Спасибо. Спасибо большое. Любовь Юрьевна, пожалуйста. Действительно, это мисс Шанель советской эстрады, потому что она невероятно элегантна. Она человек невероятного вкуса, Ирина. И при всем при том, она замечательный музыкант. Она выпускница Ленинградской консерватории, как пианистка она закончила. И я помню ее выступление. Много раз транслировали ее победу в Сопоте в Польше на фестивале. И она была такая пухленькая, такая очаровательная домашняя девочка. И вдруг перед нами предстает совершенно другой образ. Такая действительно абсолютная модель на нашей эстраде. Похудевшая. Она себя держала в страшных рамках совершенно. Ела одну, говорят, квашеную капусту, когда надо было худеть. И она своего добилась. Лада нам сегодня напомнила ту Ирину, которую мы знаем, помним. Она была элегантна, прекрасна и спела на пятерку. Спасибо. Спасибо огромное. Геннадий Хазанов. Мне пришлось наблюдать разные периоды жизни Ирины Понаровской. И такой ее звездный час, когда с ней вместе был кинорежиссер Леонид Квенихидзе. И когда он сутками думал о том, как своять ее кинообраз. Он просто бредил этой певице и артистской. Я смотрел на него. И честно говоря, из всего этого я принимал только, ну, я бы сказал, такую внешнюю сторону Ирины Понаровской. Потому что я всегда смотрел на нее, как на человека, который существует, как некая запрограммированная машина. Стильная, красивая. Поет чисто. Профессиональные музыканты, которые с ней работали, говорили, что так чисто, может быть, и никто больше не поет, как пела, интонировала Понаровская. Все-таки артист – это человек, который в состоянии кинуть мост от сцены к зрителю. И я думал, что сегодня будет делать Лада. Умница, молодец. Ничего не допустив бестактного в этом смысле, она сделала, знаете, как вот в гомеопатической аптеке. Вот стиль человека сохранен. Браво! Пять! Спасибо огромное, Лада Дэнс, в образе Ирины Понаровской. 20 баллов от членов жюри. Дорогие друзья, мы с вами увидимся всего лишь один раз в неделю. Но если вы соскучились, включайте интернет, хэштег «Точь в точь» и еще раз посмотрите лучшие номера нашего проекта. Рост этой певицы всего 157 сантиметров. А вот вокальные данные таковы, что журналисты прозвали ее «маленькая леди с большим голосом». В нашей стране она давным-давно любима, ведь в ее имени есть что-то неуловимо родное. По-нашему она просто Настя, а для всего мира Анастейша! Настя, а для всего мира Анастейша! Настя, а для всего мира Анастейша! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Yeah, say that many times Have I tried to turn this love around But every time You just let me down Come on, being mad about it You'll survive True that you can work it out all right Tell me yesterday Did you know I'd be the one I'd let you go And you know I'm bound to love Set me free And let me down this misery Show me the way To live my life again You can handle me Set me down to love Can't you see Baby that you've got Set me free I'm gonna Let me get over you The way you got over me too Yeah Seems like my time Has gone And I'm moving on Oh, I miss Oh my God Set me free Set me free Set me free Let me down this misery Let me down this misery Get my life again You can handle me Set my love Can't you see Baby, yeah Set me free Send me love Get my life again Oh yeah Oh yeah You can handle me Send me love Save me I'm gonna Like I'm moving on this misery Yeah 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 I'm gonna I'm gonna I'm gonna Субтитры создавал DimaTorzok Догадался ли он, кто представил нам Анастасию? И другую манеру вообще. Ты же поешь, как-то сосредотачиваешься на этом, как удается тебе делать это и становится абсолютно узнаваемо. Точь-в-точь. Это невероятно. 5 баллов, спасибо. Сегодня какой-то ужас, какой-то праздник без конца. Я хочу сказать, что эта женщина вызывает совершенно невероятное уважение. И эта женщина, и женщина, которая Анастейша. Потому что вся ее жизнь проходит, особенно последнее время, под словом, под таким грифом resurrection, воскрешение. Она страшно болеет. Но она настолько борется, она настолько прорывается через весь этот свой жизненный кошмар. Она устраивает совершенно невероятные и благотворительные вечера по всему миру. Мужеству этой женщины можно только позавидовать. Как я сегодня завидовала твоему мужеству, что ты на таких платформах и каблучищах. И в таком обличии ты совершенно летала по сцене, была совершенно очаровательная. Была точь-в-точь и была голосом абсолютно та Анастейша, про которую говорят, что она своим мецо-сопрано, сильным вокалом. Она пробивает любую стену. Стену болезни, стену неприятий, стену сожалений. Она сильная, она мощная, как ты сегодня была на сцене. Пятерка. Спасибо большое. Михаил Боярский. Только могу повториться. Ирина Дубцова высочайший профессионал. Я как судья-дилетант даже стесняюсь что-то говорить по этому поводу в присутствии столь талантливых артистов. Но действительно, каждый раз это что-то новое, интересное и необычное, профессиональное. Может быть, ей не стоит увлекаться нашими певицами. А вот что касается Анастейши, это сделано здорово, пронзительно, вокально, очень точно. Я никогда не был на концерте Анастейши, но я слышал ее записи и видел клип. Нет, это очень здорово и очень точно, и без грима, и все схвачено, что нужно. Молодец. Пять бесспорно. Спасибо большое. Геннадий Хазанов. Я всегда жду, когда придет Ира Дубцова, и в очередной раз будет нас удивлять. Опять удивила. Пять. У тебя 20 баллов от членов жюри. Спасибо. Спасибо. Это точь-точь суперсезон. Увидимся через несколько минут на Первом канале. На первый концерт этой группы пришли всего 200 человек. У музыкантов отключились инструменты, а солист сломал микрофон. Но уже через пару лет на их выступление невозможно было достать билет. Треки занимали первые места в фит-парадах, а фанаты украли друг другу, что были на том самом первом концерте. В шоу точь-точь, группа Продиджи. В шоу точь-точь, группа Продиджи. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА